Девочка-пай Девочка-пай Ох, друзья, доброе утро! Надеюсь, вы тоже зарядились позитивом. Сегодня мы с вами продолжаем отмечать 15-летие новосибирского фолк-коллектива, а также активно приглашаем вас на концерт этнической музыки в студии Екатерины Орлова. Я думал, ты никогда не закончишь. И Михаил Кириллов, у нас в гостях группа StreetFinders. Александр Черемисов, Екатерина Черемисова, Сергей Темников и Кирилл Гладков. Кстати, ты уже дважды так шутишь, повторяешься. Не было такого. Пошутил, в прошлом месяце. Записываешь все мои шутки. Потом перед пацанами там во дворе, да, щеголяешь. Да, я звезда всех пацанов во дворе. Концерт, все-таки. Фестиваль. Мы думали концерт юбилейный, а получился фестиваль. Я не просто так ошибся, потому что планировалось-то концерт на всех афишах, везде, на всех сайтах. Да, планируется концерт, но мы решили... Куда в зоги он делали? Женщины мне дают программки. Концерт. Почему фестиваль? Как фестиваль? Почему фестиваль? Но мы с ребятами посоветовали, что, ну почему концерт? Концерт мы и так в любом виде сможем как бы преподнести и представить. А потом посчитали своих гостей, друзей, кто готов, кто хочет. Так это же фестиваль, да причем просто ирландской музыки или кельтской. Да. Этнической в целом получилась. Этнической в целом, потому что мы давно об этом мечтали с ребятами, с некоторыми инициативными людьми города Новосибирска. И считали, и считаем, что городу просто необходим такой... Городу нужен новый герой. Новый герой, новый этнический, новый прям новый фестиваль. Всему бы не мы, да? Да, но фестиваль-то новый. Который будет оплатывать буквально широкие слои музыкальные. Поэтому мы решили все-таки это сделать. Мы давно об этом говорим и много-много об этом рассказываем. И решили все-таки сделать под 15-летие группы Сипворд Мюзик Фест, который пройдет 9 июня в государственном концертном зале имени Арнольда Михайловича Катца. Начало в 17.00. Если вы не против... А я не против. И я не против. Давайте всех спросим. Кирилл не против. Нет, не против. Звукорежиссера-монтажера спросил. А о чем речь? Я не понял. Александр забыл. Да, спросите, за что мы только что сейчас всем проголосовали? Да, не о том же. О чем мы? Да, рассказывай. Знаете, и на этом фестивале мы решили тоже... Ну, ребята меня дополнят, конечно, я так общую концепцию. Емко. Мы тоже решили выйти немножечко за рамки фестиваля в том плане, что... Ну, фестиваль – это обычно лето, трава и много свежего воздуха. Цветочки. Да, у нас получается, что лето, трава, цветочки и свежий воздух и солнышко. Зачем вы на нас травите русском надзор? Прекратите. И еще раз. Так, лето, трава, цветочки, солнышко. Цветочки, солнышко. Тутучки. Давайте все природные явления. Пираты. У нас будет представлено в нашем фойе Государственного зала на первом и втором этаже различные тематические площадки. Фольклорные, например, Студия Традиция, Новосибирский Трайбл Дом. На круглой сцене у нас планируется выступление фолк-группы ирландской из Минска, Ласт Шиллинг, специалист в области именно традиционной музыки, очень крупной у нас в стране. Практически как в Ирландии. Ребята играют просто круто. Это наши друзья, естественно. Там все наши друзья. Ну прям, ну не лучшего. Ну похоже чуть-чуть. Мы разные. Мы разные. Мы разные. Я им всегда говорил, у вас бас-гитары, барабанов не хватает. Да, нафти сильно. Это у вас шум много, ребят. Это шутка. Это шутка. Вот русская традиционная музыка в виде песен, хороводов для детишек будет представлена. Кельтская арфа будет на входе встречать. Девушки-то... Одна или кто-то на ней будет играть? Одна арфа и любой желающий, более-менее владеющий там какими-нибудь там аккордовой последовательностью может подойти. Наша прекрасная фишка, арфистка Людмила Багинцева. Вот. Так. Давайте по группам пробежимся. Это именно будет как бы прелюдия такая. Прелюдия, локации. Мастер-классы. Там много всего, которые есть. Я что-то лишнее уже рассказывала. По какому? К чему будете обучать? По ирландским танцам. По танцам. Да-да-да. Обязательно. По танцам. По рисованию будет. Ярмарка планируется. Фотовыставка. Ярмарки творческие. А не много ли вы на себя берете? Я смотрю на шаг. Справитесь. А это не мы. Знаете? Хороший вопрос. Хороший вопрос. И мы всегда отвечаем на него очень просто. Если нам это по плечу, значит немного. В самый раз. Значит раз мы справляемся с такими вещами, я считаю, что мы все вместе справляемся, значит нормально. 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 На самом деле огромная благодарность коллективам и персоналу, которые соглашаются, откликаются и с удовольствием идут на встречу, предлагают что-то еще и добавить, чего мы и сами не могли придумать. Это идет очень, знаете, круговорот просто творческих идей сейчас и я надеюсь выйдется что-то прям очень интересное. Это только фойе, а что на большой сцене? На большой сцене затем планируется концертная программа в традиционном виде. То есть она будет делиться на две части. Значит в фойе у нас интерактивная программа начнется в 17.00, а на большой сцене начнется в 18.00. А то есть в фойе только час будет, да? Да, час интерактивных всяких различных вещей. Все, можно не успеть, попробуйте. Попробуйте успеть обойти, да. У нас для этого антракт предусмотрен. А как же буфет? Буфет работает всегда. Лучше брать с собой. Что же все успеть посмотреть? Концертную часть мы откроем, как, скажем так, виновники всего этого торжества. На правах хозяев, совершенно верно. На правах лучшей группы страны. Документы подписаны, ждем скоро уже. Ну и на правах людей, которым, скажем так, не будем скромничать, уже 15 лет дано, и мы это делаем. Различные события, различные программы, вот именно в Новосибирске, в сибирском регионе. Мы это делаем, делаем и будем делать обязательно. И с друзьями, и всех, кто с нами, скажем так, на одной волне, обязательно будем делать. Затем... Это один из тех немногих, как и немногих, единственный русский танцор, который, помимо всех регалий, но мне вот это вот очень запомнилось, который принимал участие в шоу Майкла Флетли. А Вера Цириковская, это его партнер по танцам, то есть это два топовых московских танцора в области ирландских танцев. Вот они к нам, наконец, приезжают вместе. Сергей до этого один приезжал, и у нас будет... У нас будет на концерте несколько премьер, как и написанных нашими композиторами в группе, так и совместных. Будут премьеры обязательно, что интересно. Много новенького. А дальше программа у нас продолжает совершенно... Дальше мы в этнике глубже отклоняемся, да. У нас приедут наши друзья из Тулы и группа Хартега, которая занимается вот именно вот таким направлением, туинским этническим локом, да, горловое пение, в том числе. Вы не поверите, сейчас у меня больше всего вопросов от людей, а как? Да. А что? Правда они из Тулы? А неправда по... Это они с Альбертом Кувезиным? Да, 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 приходите, будет интересно. Но это правда? Это правда, да. Все эти вопросы писал Михаил, он самоделесный, из разных аккаунтов просто. Наконец-то. Биллисер, ребята. Он большой поклонник. А как получилось, что они согласились? Сами, наверное, даже хотят. Знаете, все произошло очень легко и, наверное, естественно. Лично мы не знакомы. Но когда я обрисовал ситуацию и, скажем так, что будет, то есть ребятам достаточно было просто свою графику, уточнить концертную, они с радостью согласились. Ждут, не дождутся, когда они приедут. Очень сильно уже там дни считают. Ну, разминают. Да, да. Но мы тоже будем их очень сильно ждать, а пока что мы прервемся на небольшой информационный блок. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы продолжаем наш разговор. Друзья, напоминаю, что мы вас активно приглашаем 9 июня на фестиваль этнической музыки. Кто еще будет с вами на одной сцене? Да, кстати, в третьем отделении, у нас в трех отделениях, как мы говорили ранее, в третьем отделении наши друзья из Иркутска, это этногруппа Шано. То есть представят материал именно вот этого направления этнической музыки. Бурятская, да. Традиционные песни, Улигеры, там очень интересная программа. Тоже наши друзья. Танц, свой космос. Затем наши друзья присоединяются к завершающей, скажем так, финальной части фестиваля. Хоровой ансамбль Маркелова «Голоса». Это наши любимые партнеры. Это многолетние. Друзья, я бы сказал, музыкальные языки такие. Этногруппа «Сандал». Вы у всех так называете? Да, ну нет. Ну, если все друзья. Это группа «Сандал». Да, и студия «Традиция», фольклорная студия «Традиция». Ну, а также все наши… Вы как-то будете вкрапляться? Или вы в начале выступили и все? И потом в начале. А тут как раз. В начале пятно и в конце пятно. Ага. Показать, кто здесь все-таки хозяева. Ну, да. Позитивные, да. У нас просто, да, вот за многие годы сотрудничества и с Маркеловыми «Голосами», с Андалом, и с остальными музыкантами. И с танцорами тоже. Да, и с танцорами. Сложился большой материал по программе, поэтому самое интересное, конечно же, исполним в завершающей части фестиваля. И соединим несоединимое даже у нас будет танец, где соединяется ирландский танец от «Меди Валя». И танец «Маленьких лебедей». И «Трайбл Дом». А. Да, это даже еще интереснее, что-то из «Маленьких лебедей». Да, согласен. Так, вот это вот смешение. Почему так получается? Какое-то горловое пение, ну, не какое-то, в принципе. Конкретное весьма, да. Ирландские коллективы. Ирландские коллективы. Да не повторяй за мной. Я сама справлюсь. Я просто не слушаю, поэтому думаю, что это мне приходит свыше голоса. Ты правильно меня обозначаешь, да, именно так. Потому что все это есть в себе. Да, у всех потенциал есть, конечно же, да. Их грех не использовать, я считаю. Вот все, что могут эти ребята, нужно выносить в одну кучу. Ну, такая-то же, получается, должна быть несколько разная публика. Ну, вот кто-то горловое. Как это же не похоже. На то он и фестиваль. Понимаете? Что пришли разные люди. Понимаете, какая картина? Да, на то он и фестиваль, действительно. За годы нашей фестивальной концертной деятельности мы пришли к выводу, что Алтай, Восточная Сибирь и, в принципе, все, что связано с озером Байкал, за Байкале, огромное количество этносов, которые там проживают, которые занимаются творчеством. Вот эта все этническая культура просто имеет все права быть представлена на каких-то крупных мероприятиях, фестивалях. Такой мощный заряд, еще не открытый заряд какой-то энергии, народного творчества, который сейчас выходит на большие площадки путем сплава с современными стилями, ритмов, тембров. Ребята рождают просто что-то суперинтересное. Вот те же Хартыка и Шуно. И складывалась такая географическая история, что мы куда-то все время уезжаем. Нам это надоело, мы решили придумать фестиваль здесь, чтобы к нам сюда приезжали с Алтая, с Восточной Сибири, с Забайкаля, к нам сюда. И все это показывать. Новосибирь – столица Сибири, центр культуры. Где, как и здесь должно быть самое крупное событие страны, вот именно по нашей сибирской культурно-этнической теме. И это стало благодаря, это стало возможным благодаря двум вещам, я считаю. Трем вещам. Трем. Четыре. Нет, три вещи. Любая творческая идея, она всегда упирается в мощную поддержку. Первое – это, конечно же, энергия и огромное желание музыкантов Street Filters что-то создавать, что-то создавать постоянно. Второе – это невероятный талант Street Filters. Это понятно. И третье тоже. Есть еще такие вещи, я как менеджер этим вещам, этому явлению, этой поддержке благодарен. Конечно же, это не случилось ничего без поддержки руководства Новосибирской филармонии и без поддержки и помощи Министерства культуры Новосибирской области. Глубочайшее понимание предмета и просто вырастают крылья и есть планы на будущее, каким будет дальше этот фестиваль, как мы его будем развивать все вместе. Какая будет сибирская культура в конце концов, глазами Новосибирская. Что к нам приедет, что мы увидим, еще столько много интересного. Если вы на будущее не поместитесь уже и в конце? Я думаю, что мы этот вопрос решим. Придется поместимся, придумаем и фестиваль в несколько дней. Для этого собственно и можно несколько дней. Формат такой недовольный. То есть амбиции есть, чтобы это был один из самых крупных фестивалей России. Энерго-специлик, плюс поддержка, ара, перевозить столицу к нам. Это за перебор, мига. Пока таких ресурсов нет. Есть пробки, есть самолеты, будем летать на самолетах над пробками. Александр, покажите свой... Что там прячьте? Не прячьте, покажите нам. Ну, на самом деле, это очень просто. Это пороховой ускоритель группы Стрит Финдерс. Здесь, значит, помещается заряд. И ваш нос еще поменжается. Да, пороховой ускоритель прикручивается к менеджеру. И чтобы, как бы, скажем так, да, ускоряться. Это один из этих ударных инструментов, правильно, Саша? Это, да, один из инструментов ударных, этнических. А если он в ответ ударит, ты это аккуратнее? Вот такой инструмент. Ну, на самом деле, на инструментах принято оставлять царапины, вмятины и даже чуть-чуть ломать их. Поэтому вмятина неизвестного носа исполнителя, ну, бывает такое, что ты там играешь. То есть, встретились два конкурирующих коллектива фолд-музыки и, собственно... Не факт, конкурирующих, скорее всего, в коллективе. Встретились два перкуссиониста и стали отбирать одну дарбуку, один у другого. В чем, заметьте, это совершенно не ирландский инструмент. Нет, не ирландский. А почему он у тебя? Кожа неизвестного животного, но... А, а теперь известного животного. Ну, на самом деле, вот как ребята правильно заметили, из сугубо кельтских инструментов, если мы к корням возвращаемся, это очень немного, небольшой набор. То есть, это арфа кельтская, прежде всего. Все остальное, волынка шотландская, шотландский боевой инструмент. Ну, изначально. Гитара, понятно, то есть, это такая испанская тема, русская тема. Скрипка, понятно, то есть, ирландцы, когда увидели скрипки впервые, они канифулили вот эту часть, чтобы не сползала с плеча. А также бузуки и все остальные инструменты. То есть, говоря о художественной части того, что в сибирском регионе мощнейшие залежи этнических творческих коллективов и исполнителей, которых мы будем обязательно притягивать к нам на Сибирск, под Сильфорд Мюзик Фест. Еще большое количество инструментов, которые используются в других жанрах, также используются и применяются в этой музыке. Этническая музыка, она нескончаема, она бездонна. Можно бесконечно долго фантазировать. Бесконечно долго фантазировать и творческие, и технические, потому что это то, к чему в итоге все приходят и должны прийти. Это наши корни. Обращение к корням. Правильно. Еще раз всех приглашаем 9 июня на концерт, на фестиваль. На фестиваль Сибирск. Да, это же масштабы-то. Я уж убедился в масштабе фестиваля. Ждем субботу. Да, ждем субботу. 9 июня ждем вас в государственной косметрической зале коммуникации. Да, который еще будет приручен, естественно, к вашему 15-летию. Напоминаю, что в гостях у нас была группа Street Fiddlers. Александр Черемисов, Екатерина Черемисова, Сергей Темников и Кирилл Гладков. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам.